Привет, меня зовут Назар Давыдов. Чай, который вам нужен, особенно в курсе. Смотрите в этом выпуске. Бекадым чай идет сгон, вот оттуда, а вот там вы можете присесть и заказать себе что-нибудь покушать. Вот такой турецкий завтрак очень любят здесь не как местные, так и приезжие. Я лишь покажу, как это все выглядит непосредственно на деле, потому что вот это колоритно. Привет, друзья, меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. Я нахожусь сейчас в Балане и нахожусь прямо в одном из заведений на берегу, точнее на берегах реки Дымчай. Дымчай идет с гор, вот оттуда, и вы можете здесь сидеть и наслаждаться, прямо находясь в воде, вот как бы там, например, все происходит, и будет очень даже прохладненько. Для детей здесь дроздолье, много очень таких вот фонтанчиков, чтобы было посвободнее. Вот дети отсюда прям ныряют. Вот посмотрите, парни стоят, скоро они будут нырять. Вот там вот есть специальная такая горка. Это не аттракцион, это все бесплатно для тех, кто здесь будет купаться. Вот отсюда они, в частности, ныряют время от времени, а вот там вы можете присесть и заказать себе что-нибудь покушать. Вот такой вот турецкий завтрак очень любят здесь не как местные, так и приезжие. Ну что, я теперь перейду к тому, что здесь подают, почем и как сюда забраться. Забраться сюда можно на автобусах рейсовых, сюда ходит двойка еще, можно с пересадкой на 202-м, но это лучше уточнять, потому что честно, меняется время от времени. На автомобиле, я зал на днях на прокат автомобиль, вот поэтому могу сказать точно цену, аспекту, так вот прокат автомобиля стоит здесь где-то около 35 евро дизель с коробкой, даже можно найти автомат в летнее время, зимой можно и того дешевле найти. Вот сейчас я вам покажу, как здесь паркуются под навесом, чтобы не нагревалась машина, это важно, потому что когда здесь в жару выходит, садитесь в машину, можно сразу закипеть, а тут под навесиком все хорошо. Вот называется хиляль пикник, все разнообразие блюд показывать не буду, потому что в принципе плюс-минус они везде одинаковые. Я лишь покажу, как это все выглядит непосредственно на деле, потому что вот это так колоритно. Вот там вот и есть и фонтанчики, и птички, и чего только нету. То есть детям здесь реально комфортно и раздольно. Вот посмотрите, как они там балуются, посреди специального такого водоемчика есть такой гамак, и вот они там сейчас борются за то, чтобы там полежать. Вот так выглядит турецкий завтрак. Вот видите, все достаточно приветливо отзываются, здесь есть и пиво, сейчас я расскажу о том, где барабан, есть вино, и я думаю, что здесь каждый, кто придет, найдет себе место, потому что заключается это место с большого количества возможных закуточков. Итак, сейчас будем смотреть на меню. Меню здесь очень разнообразное. В основном это, конечно же, турецкие блюда, потому что сюда приезжают как сами турки, так и иностранцы, и ясное дело, что им хочется что-нибудь турецкого. Весь самый необходимый для того, чтобы купаться, загорать. Цены где-то процентов на 10 дороже, чем в магазинах, но весьма приемлемый. То есть, в принципе, можно все позволить купить тапки, там это где-то 20 лир, причем это достаточно хорошего качества. Хочу сказать, что если у вас возникло желание здесь жить, приезжайте, поможем. Вся информация обо мне в описании. И связывайтесь со мной, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Итак, сейчас я вам буду показывать цены. Хилаль пикник и цены на блюда. Давайте вместе смотреть. Так, значит, чипсы 13 лир. Что еще тут? Чтобы было наглядно. Гамбургер 30 лир. Не идешь, но недорого. Омлет 30 лир. Вот, кстати, все дублируется и на русском, и на английском, и на турецком языке. Салаты. Сырный салат 15 лир. То есть, средний салат 15 лир только с курицей салат 30 лир. Самый дорогой. Дальше нарезка из белого сыра 12 лир. Напомню, что это у нас сейчас лето 2019 года. Так, дальше. Криня судака 40 лир. Форель. Алабалык 33 лиры. Сырный гриль. Сидер из гора 40 лир. Стейк бифтек 55 лир. Да, наши шашлыки из говядины 40 лир. Это едва ли не самый дорогой здесь представленный элемент еды. Чай 3 лиры. Кофе 7 лир именно с кафе. Лимонад 12 лир. А вот выпивка. Значит, дракует 30 лир. По такой же цене 30 лир. 50 грамм водка есть. 100 грамм водки есть. 280 лир. Водка, ну, власть алкогольный, значит, дорогой здесь. Вино 30 лир. 0,7 вина обойдется 140 лир. И мороженое здесь очень вкусный, 15 лир. Так что могу рекомендовать как это кафе с хорошим сервисом, так и многие другие. Потому что примерно они одинаковые. Единственное, что выбирайте место по инфраструктуре. Вот в этом основная разница, скорее всего, будет. Потому что еда примерно одинаково. И все готовятся к сезону загодя. В каждом заведении есть какая-то своя фишка. Вот было в другом заведении. Там попугай красивый. Вот сидит и завлекает народ. Есть и такой элемент, как дом перевернут вверх ногами. То есть крыши вниз. Но ты заходишь, там все тоже перевернуто. Вот тоже элемент для привлечения туристов. Прямо рядом с одним из таких вот заведений. Поэтому вот эта река Дымчай, она облеплена подобными ресторанами прямо на воде. Вот посмотрите, они прямо-прямо-прямо на воде вот здесь расположены. И когда везде жарко, здесь всегда прохладно. Но, друзья, здесь детская зона бесплатная, горка водная и бассейн. Так что сюда всей семьей очень любят приезжать, даже местные. Вот посмотрите, какое тут праздник и веселье. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дымчай, халяль... Дымчай, халяль... Блин... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok